Здравствуйте, вот новый день, сегодня вторник, мне предстоит несколько важных дел сегодня на работе. Сейчас немножко расскажу именно по бухгалтерии, какая сегодня предстоит задача. В одном офисе мне сегодня спокойный день будет, потому что 30 января, сверки сделаны, новые сверки еще не присылают стейтменты. Чтобы вы понимали, в конце, как месяц заканчивается, в начале следующего месяца контрагенты присылают стейтменты. То есть это сверки между, скажем, вендорами, поставщиками, например, и теми, кому они поставляют, и сколько заплачено, какие счета выставлены. По этим стейтментам делают circuncillation, то есть это сверка. И, в принципе, я такими сверками занимаюсь, это предстоит только в следующем месяце. И, в принципе, любые компании, даже малые бизнесы такие сверки должны делать. Это отдельная работа, это называется account receivable. Кстати, account payable и account receivable, то есть те счета, которые вы выставляете, наоборот, вы должны делать ремитант advance такой, да, документ, в общем-то, для клиентов, то есть чтобы они вам заплатили рассылать, чтобы они не забыли вам заплатить. Значит, потом во втором офисе сегодня мне предстоит задача, сегодня-завтра последний день отчасти, это как вот в России НДФ, да, значит, это ТЧСТ уже готов. Вот, во втором офисе, я сама его не делаю, там уже лет 20 работают, работает компания налоговая, да, с ними, но они никогда вовремя не сдавали от этой части, да, я уже тут сколько, два месяца, наверное, второй месяц, да, за ноябрь получилось сдать вовремя, без всяких фи, без штрафов. Сейчас декабрь, я им отправила вчера всю информацию, да, то есть уже готовый расчет им просто отправить. Я думаю, через пару месяцев я буду сама отправлять, чтобы не беспокоить, скажем, людей, да. Ну, плюс, с другой стороны, дополнительные ответственные всегда хорошо, да. Мы немножко с ними расходимся в показаниях, свидетелей, потому что они считают, что кэш-метод можно использовать в данном случае. Я использую акруал метод, это метод начисления для этой компании. Почему? Потому что кэш-метод в Канаде можно использовать, но только если у вас, вот вы выставили счет, и сразу его люди оплачивают. То есть если совпадение идет, да, допустим, кэш-метода и акруал, если они очень близки, да, тогда можно. Если у вас достаточно большие расстояния, как вот в этой construction компании, там они выставляют счет, и клиент может им оплачивать полгода, да. Вот. В таком случае кэш-метод именно запрещен к использованию закона, да. Но, в принципе, налоговые компании этого не боятся, я так понимаю, проверочки, да. А я так всегда думаю, что клиенту надо заранее готовить к проверке, потому что госорганы налоговые всегда могут проверить, да. И нужно, чтобы документы были в порядке, и все соответствовало закону, законодательству, да. Вот. Ну, с другой стороны, я у них смотрю, немножко учусь, потому что в данном случае, использование кэш-метода много лет, потом задержка сдачи налоговых деклараций на 2-3 месяца, а то и на полгода, это все практика Канады, да, я это вижу, да. Вот. И оплата фи, то есть за каждый день не оплата налога, идет налог, идет как бы оплата, да, это платит клиент. И надо сказать, народ, который занимается расчетами налогов, он об этом не беспокоится как-то. Ну, нет, конечно, беспокоится, но не все, потому что деньги-то не их, деньги клиента, то есть клиент платит эти фи, да. Вот. Поэтому я попросила, вчера написала письмо, чтобы они обязательно сдали, чтобы мы в этом месяце обошлись без фи, мы, я имею в виду, компания клиента, конечно же, да. Я всегда ассоциирую себя с тем, где никого работаю, да. Вот. Поэтому вот мне сегодня предстоит такая ситуация. Я уже все отправила, просто проконтролирую, чтобы они именно все это правильно сдали, да. Вовремя, вовремя. Завтра последний день сдачи. Оплачивать ему в этом месяце не нужно, у него рефанд, то есть возмещение. Первый раз за много лет начался, да. Потому что правильно ведется в галтере, да, потому что все налоги, все затраты учитываются, весь налог, который я наплатил там, даже за чеки, вот бензин, все, там же идет к возмещению налогов, да. Ну, в общем, это вот то, что мне предстоит сегодня сделать, да. Вот немножко я поговорила об этом. Теперь у меня сегодня тема ролика, да, собственно, она... Я хочу сравнить канадский учет в Канаде, да, бухгалтерский, и в России. Значит, почему сравнить? У меня одна из моих зрительниц очень такая интересная, она на самом деле, я так понимаю, даже вот по переписке понятно, что она опытный бухгалтер, вот. И вот эти сравнительные анализы, они всегда реально нужны перед тем, как принять какое-то решение, да. Я сегодня сделаю маленькое видео, но я запланировала, что потом сделаю большое, когда уже, ну, возьму принципиально, например, законодательные акты какие-то, там, налоговый кодекс, и какие канадские тут именно юридические документы, да, подтверждают те или иные аспекты, да, бухгалтерии. Бухгалтерия, естественно, сама в корне отличается по системе учета, да, и имею в виду, как ее ведут. То есть здесь, собственно, англоязычная система, да, и здесь именно ведут другой немножко стиль ведения, да. Вот я в Новой Зеландии также вела и, в принципе, вот в Эмиратах начала, но в Эмиратах в основном управленческий учет был, там налогов не было, я работала во фризоне, да. Вот, значит, ну что ж, давайте начнем, значит, по налогам, значит, что могу сказать, чем бухгалтер занимается в России, да, и чем занимается в Канаде, это одно и то же. Это регистрация фактов хозяйственной деятельности. То есть вы сами факты не производите, дорогие бухгалтера, вы их регистрируете, да, то есть сам факт, чтобы произвести, какой вы можете факт произвести? Ну, распечатать что-то на принтере, ну, купить какую-то бумагу, если вас там просят. Вот эти факты вы можете делать, но сами текущие факты продажи, допустим, да, какие-то покупки уже глобального масштаба, оборудование там, работа на складе. Это все делают другие сотрудники, да, и вы просто регистрируете по документам. Каждый факт должен быть подтвержден документом. Все это знают, в России это закон о бухгалтерском учете, вот, это указывает, да. Здесь это само собой подразумевается, причем факты могут быть, скажем, подтверждены многого типа документами, да, не только вот один вариант, да. То есть главное подтвердить сам факт, что он произошел, вот. Если в этом факте присутствует какой-то налог, то он должен быть в документе указанным. Значит, давайте начнем. Значит, здесь, скажем, тоже существует такая двойная система учета, то есть это что значит? Федеральная, да, и провинция, федеральная и провинция. В России тоже так же существует, да, значит, это тоже федеральные налоги, да, и налоги субъекта Российской Федерации. Есть еще муниципальные налоги, в России даже тройная. Здесь на самом деле тройная тоже есть, то есть, допустим, город тоже может иметь какие-то небольшие сборы, да, и их тоже нужно уплачивать, да. Но я сейчас не буду об этом, я глобально хочу рассказать. По сути, по сути, все похоже. Есть много видео и достаточно много информации в интернете. Если вам это интересно, вы погуглите, полазите, люди пишут, и кто же давно живет в Канаде, давно занимается налогами, они тоже присутствуют. Мне некоторые вообще сайты понравились, там люди ведут и молодцы, все рассказывают, да, какие-то моменты, да. Значит, бухгалтерский учет ведется и в той, и в той стране, в софте, да, ну, какая-то программка, да. Значит, в России это 1С, практически все используют. Когда-то давно там инфобухгалтер был, еще какие-то парус, даже была такая система, но она больше для бюджетников была. Вот, но все сейчас уже монополизация, 1С практически монополист на рынке бухгалтерских программ в России. Вот, его дописывают, переписывают, под себя подстраивают, но система одна и та же, да, это Нуралиев, молодец, открыл свое время, да. Вы знаете, мы как-то, когда в России работали, были франчайзы 1С, да, и мы, значит, пришли в магазин, знаете, на Селезневской в Москве, там продавали вот эти программы, это большой такой магазин 1С. И вот этот владелец, вот, 1С, да, он, значит, такой смешной, я не знаю, он сам с усами был или наклеил усы, он, значит, изображал этого случайного покупателя. Ну, что-то там покупал, ну, как его сотрудники обслуживают, то есть он следил за этой ситуацией, да, то есть как происходило обслуживание в этом фирменном магазине, да. Все, конечно, сотрудники явно знали, кто-то такой, мы тоже догадались, да, но было наблюдать довольно интересно, да. Хороший был магазин, очень нравилось туда ходить, тогда интернет был не так распространен, и программы были в основном десктопные, то есть нужно было покупать. Вот, программы, сами знаете, есть двух видов, да, есть полностью сейчас облачные программы, да, а есть программы десктоп, то есть когда они на компьютер устанавливаются, и работа идет полностью, вот, допустим, на компьютере. В принципе, там есть вариант входить на этот компьютер, да, откуда-то удаленно, да, даже если десктопная программа, вы можете работать удаленно откуда-то, да, заходить. То есть нужно разрешение, можно через any desk заходить, а есть прямой такой вот вход, да. И второй вариант программ, это полностью облачная программа, когда вы можете работать из любой точки мира, в принципе, с этой программой, вот, входить туда, выходить, и это она облачная. Находится сама программа в облачной. Здесь это абсолютно точно так же. В России это один из фреш, оно работает сейчас облачно, да, вот. Так, продолжить про налоги. Значит, есть такой налог в России, называется НДС, это налог на добавленную стоимость, да. Значит, он относится к категории косвенных налогов, то есть есть такие налоги, да, косвенные, то есть они не напрямую собираются, не зависит совсем от результата вашей деятельности. Их вводит государство, чтобы, ну, я не знаю, чтобы сладко сильно не жилось. Да, то есть это налог на товары, на услуги дополнительный такой, да. Он немножко такой специфический, но, в принципе, разбираться в нем надо, потому что, например, в Канаде, да, тоже существует налог, допустим, в Антарио, да, вот, где я живу. В Антарио это HST, это такой налог, который составляет 13%, sales tax, так называемый налог с продаж, да, его называют, то есть он, например, вы пойдете в магазин покупать какую-нибудь вещь, да, и в цене вещи этот налог не находится, то есть вы приходите на кассу и оплачиваете сверху еще на 13% больше, да, значит. Но на продукты, например, его нет, ну, почти все продукты им освобождены от него. Потом есть какие-то услуги и тоже товары, которые тоже освобождены, есть zero rated, в общем, вот он так вот, там много нюансов есть про этот налог, да. Он состоит примерно из двух частей, это 5% это, по-моему, Антарио, да, sales tax, вот, и где-то 8% это федеральный, да, то есть бюджет. Но платить его надо в один и тот же бюджет, то есть здесь налоги очень удобно платить, просто платишь спокойно, там, налоги, все, налоги. Главное указать такой, какой тип налогов, откуда, вот, и за какой период, и понятно, что кто заплатил, вот, поэтому платить здесь налоги в Канаде удобно. В России сейчас, конечно, ввели эти уведомления, это, конечно, история, да, мало того, что надо заплатить, да, то еще надо уведомить, да, вот, я заплатил, значит, а то никто не знает, потому что там, наверное, чехарда происходит в налоговой, часть именно оплаты, я даже не представляю себе, да. Значит, так, это у нас такой налог, значит, декларации по налогу, по налогу, да, в Канаде, значит, можно выбрать, как ее сдавать, да. То есть, сдавать можно ежемесячно налог, то есть, рассчитывается, оплачивается ежемесячно, то есть, вот, допустим, сейчас последние два дня осталось сдавать этот налог и оплачивать его за декабрь 2023 года, да, вот. Потом, значит, получается, что можно выбрать квартальную оплату и, естественно, сдачу отчета, да, и ежегодную, ЭНОЛИ, это вообще отлично, да, то есть, маленькие, небольшие компании могут годовые выбрать. То есть, за год его сразу рассчитать, оплатить, посмотреть, что получилось, да, вот. Теперь, в России тоже, да, в основном квартальная оплата этого налога, вообще, там даже, по-моему, ну, крупные компании месячные, конечно, платят ежемесячно, а так квартальные. То есть, эти налоги похожи, суть их одинаковая, да, что в России, что в Канаде. То есть, декларации делаются очень похожи, то есть, даже как-то здесь, может, даже попроще в Канаде, да, но, тем не менее, они делаются, да, вот. В Новой Зеландии тоже такой налог есть, HSC, да, а, кстати, забыла сказать, в Канаде такой налог платится, если у вас продажи больше 30 тысяч превышает. Вот вы открыли там свой бизнес, пока до 30 тысяч у вас идет, то есть, вам не обязательно даже регистрироваться для этого налога, но как только у вас превысит, да, то вы уже обязаны, значит, оплачивать этот налог. То есть, нужно зарегистрироваться, да, именно в налоговой, серой тут налоговой называется, да, вот, и, в принципе, платите этот налог, рассчитывайте, но имеете право и к возмещению его брать. Если вы вдруг его переплатили на какие-то товары, там, оборудование закупали, машину покупали, то вы можете этот налог к возмещению, и вам государство его вернет. В России так же, в общем-то, да, но, сами понимаете, есть разные нюансы, но налоги походят. Теперь следующий налог – это income tax, значит, это очень важный налог здесь в Канаде, да, вот, в России он тоже важный, ставки разные, значит, я разговариваю сейчас про бизнес-налоги, чтобы вы понимали, да, бизнес-налоги идут. Немножечко затрону частные тоже налоги, но это все просто, информации целая куча, да, про это. Просто сравнительный анализ говорит о том, что система, в принципе, похожа, особенно система налогообложения, да. Значит, здесь income tax имеет некоторые нюансы, если у компании income tax 28%, да, то есть вы оплачиваете 28% и, в принципе, все, вот, с вашей прибыли. В России income tax составляет 20%, кстати, НДС в России 20%, здесь HST в Онтарио 13%, значит, поэтому неизвестно, где налоги больше, да. Вот, здесь, конечно, нет такой замечательной УСН, упрощенной системы налогобложения, и тем более нет такой, скажем, самозанятых, есть такой системы, да, где можно, в принципе, тоже платишь налог с продаж, как упрощенка, и там даже регистрироваться. Только в самой системе регистрируешься, и все, удобно для частных лиц. Вот, здесь налог на прибыль 28% с компанией, то есть если ваша компания приносит вам прибыль, да, именно компания, я говорю про корпорации, да, то вы платите 28%. Если вы частное лицо и занимаетесь бизнесом, это называется self-employed, и то, что вы заработаете там, или какой-то убыток у вас, это все будет относиться к личной декларации, Т1, Т1, да. А то, что по компании это нужно сдавать, декларация называется Т2, Т2, вот. Значит, в России это 20% налог на прибыль, да, и в принципе суть тоже самая, ну, платите вы с прибылью, заработали прибыль, платите, убыток, так убыток, да. Значит, теперь расскажу немножко про налог на имущество, да. В России есть тоже налог на имущество, он для компании 2,2%, в 23-й год был, по-моему, 24-й изменений не было, да. Значит, то есть компания, если имеет какие-то активы, да, то она должна оплачивать с них вот на конец месяца по балансу, да, например. Ну, все, заплатили это 2,2%, рассчитали, минус там амортизация, если это у вас какие-то основные средства, да. Вот, здесь немножко другая система, здесь именно конкретно налога на имущество нет. Здесь есть, вы платите как бы налог на прибыль, то есть это ваша прибыль, но в случае, если вы продали, если вы продали, например, ваш актив, да, ну, я не знаю, здание вы продали, машину вы продали, получили прибыль, да, вы платите в случае, если только вы получили прибыль. Ну такая достаточно честная система, я бы сказала, да, потому что если у вас в наличии на компании какие-то активы, вы просто не платите, ну да, вы имеете имущество, но ваша же компания платит налог на прибыль, если что-то зарабатываете, да, это я про Россию уже говорю, вот такой налог, да, значит, знаете, я сейчас немножечко такой экскурс в историю сделаю. Когда-то в России был замечательный абсолютно налог, да, это был налог на пользователей автодорог. Многие сейчас на меня ругаются, будут сказать, что ты говоришь, это как-то не очень хорошо, да, это один процент с оборотом, да, вот этот налог был, да, вот такой налог, от него было вообще никуда не отвертеться. Если у вас был один оборот, вообще оборот был хоть какой-то, да, вы один процент уплачивали, государство его хорошо собирало, да, потом его отменили, вот, дороги, ну я не знаю, приносил ли он пользу дорогам, да, чиновникам он приносил пользу и государству, да, ну дорогам я не знаю, вот. В любом случае, такой налог был, вот, сейчас его нету, да, вот, поэтому, что могу сказать, вот, практически такие основные аспекты по налогам я назвала, да, по сравнительному анализу, да, теперь, наверное, нужно какие-то сделать консиквенсы, то есть выборы. Сразу извиняюсь за мои произношения все, да. Я, кстати, пишу по-английски получше, чем говорю даже, потому что много эссе разных писала, да, ну и экзамены, естественно. Вот, обратите внимание, у нас пошел снежок, вот. Вообще на улице было сегодня 0 градусов с утра, да, но сейчас вот такой снежок приятный пошел, да, мне нравится, да. Дело в том, что я где-то, когда приехала после первой работы, я взяла, ну, как бы машину в кредит, да, то есть я вот на ней сейчас езжу, это Honda, чтобы вы знали, Honda 2024 года. Взяла ее в июле прошлого года, да, то есть это получается, как бы ее даже писали уже в документах в будущий год. Я первый раз такое встретила, ну, вот так вот, да, и поэтому зимой в ней довольно-таки комфортно, то есть сиденье подогреваемое, руль подогреваемое, все подогреваемое, вот. Есть всякие помощники, она полуавтомат такой, знаете, есть такая кнопочка, я нажимаю, и она даже едет, она может даже без руки. Это вообще классно. Ну, ладно, про машины немножко расскажу, кстати, мне будет видео про страховые компании, да, я тут готовлю немножко на основании именно практики, то есть какие реальные варианты при коллижен, если какие-то ДТП происходят, да, то есть какие компании примерно как оплачивают, что такое детакшн, если кто-то не знает, да. Вот, если хотите, потом посмотрите. Значит, смотрите, теперь, ну, ладно, делаем выводы, значит, про сравнительный анализ. Вот если бухгалтер из России, да, если вы реально бухгалтер, если в этом разбираетесь, обратите внимание, разбираетесь, да, то есть у вас есть практический опыт, вам это интересно, да, вы профессионал, да, допустим, у вас есть какое-то образование, неважно, но и лучше экономическое, да, и плюс у вас курсы бухгалтерские, если у вас профессиональное образование, вообще замечательно, да, то есть если вы не аудитор, аудитор это немножко другое совсем, понимаете, и здесь, кстати, это отдельная профессия, да, то есть аудитор, например, вести бухгалтерский учет, но не может здесь, ну, не умеет, да, зовем это так, вот. Хотя, может, некоторые умеют, но они, может, думают, что умеют. На самом деле, букхиппинг – это некая специализация такая, да, то есть база для потом будущего аудита, потому что аудит здесь многим компаниям нужно делать, то есть аудиторы – это важные люди, да, они дают, несут ответственность за то, что они подписали заключение, да, то есть у них вот такая ответственность приличная. Вот, поэтому, значит, я не для аудиторов говорю, а вот людей, которые просто практикующие бухгалтера, которые в России не чуждались этой работой, все-таки работа там очень специфическая, да, назову я так, вот, она… не все любят возиться с документами, да, то есть документы – это, в принципе, как то, что нам говорит все о компании, да, и задокументировано, да, вот. То есть если вы практикующий бухгалтер, вот, если знаете английский язык, ну, подучите ему хотя бы, да, потому что идеально знать английский язык именно бухгалтеру, это, конечно, большой плюс, если вы это знаете, вы можете даже устроиться работать, я не знаю, большую четверку, они постоянно тут вакансии накладывают, вот, я не знаю, все эти большая четверка компаний, да, аудиторские, да, и, между прочим, они занимаются тоже ведением бухгалтерского учета, вот я вам что хочу сказать, то есть не только они там налоги сдают, да, у них есть департаменты, которые ведут бухгалтерский учет, ну, не чуждаются этой работой этих денежек, да, которые клиенты платят. Значит, если вы, в общем, такой бухгалтер, то welcome, потому что в Канаде профессионалы, да, вообще профессионалы в любой области, неплохо, да, но в Канаде вы можете, в принципе, чуть-чуть подучиться где-то, вдруг захотите, например, тут есть и бухгалтерские курсы, если вот прямо канадские нужны, в QuickBook'е вы можете уже учиться прямо вот где вы находитесь, в России, там, я не знаю, в Казахстан, Узбекистан, любая страна, Украина, да, вот где, откуда вы хотите сюда ехать, да, вот, вы можете спокойно уже изучать вот программу QuickBook по вашему, по интернету, то есть там очень много уже выложено заранее курсов, то есть освоить многие аспекты, потренироваться, даже, в общем-то, взять клиента можете, да, онлайн, предложить кому-нибудь ваши услуги, почему бы и нет, потому что, на самом деле, неважно, где вы находитесь, вы можете работать с этой программой, хоть вы на острове Бали живете, да, пожалуйста, это не обязательно жить, быть в Канаде, чтобы работать с программой QuickBook, да, кстати, кстати, на QuickBook ведется учет и в Америке, да, вот, потом она популярна в Эмиратах, насколько я знаю, в Новой Зеландии она не так популярна, там Zero австралийская программа, да, такая вот, она более популярна, вот, здесь еще популярна программа Sage, это программа, чтобы вы понимали, она называется в Америке Pitch 3, да, вот, то есть это одна и та же программа, просто вот разные названия в Канаде и в Америке, да, ну, все, значит, сравнительный анализ показал, показал, показания свидетелей, да, подтверждают, что система похожа, да, в общем-то, и освоить их вполне реально можно и на самом деле не так уж это и сложно, вот, если вам это хочется, поэтому, если вы еще пока где-то там находитесь и готовитесь вообще переезжать, да, куда-то там и хотите быть именно там бухгалтером, то, пожалуйста, вам не обязательно ждать там, когда вам документы какие-то дадут, можете уже начинать, вы можете в свободное от работы время этим заниматься, там, изучать, я не знаю, это все, чтобы приехать уже подготовленными, уже как-то что-то понимать, что вы что-то умеете, да, поэтому, дорогие друзья, дорогие коллеги, вот, кстати, и уважаемые клиенты, если вдруг вы планируете с бизнесом тут в Канаду ехать, да, то, пожалуйста, тут можно открыть бизнес, есть все системы для этого, да, можно его ввести, вот, нанять хорошего бухгалтера и спокойно работать, на самом деле можно и на весь мир работать, канадские компании очень даже котируются по всему миру, то есть это такие проверенные компании, здесь все нормально бизнесом занимаются, и, в принципе, можно заниматься, в отличие вот от Новой Зеландии, где довольно-таки сложно с бизнесом, то есть там можно его открыть и очень легко открыть, его там можно начинать заниматься, но сама бизнес-атмосфера там, ну, не очень, скидывает желать лучшего, все-таки остров, да, здесь большая страна, огромная, так что я думаю, что если вы приехали, например, здесь работать, вот, это, конечно, не остров Бали, где-то можно на пляже или где-то там находиться, да, но, тем не менее, здесь летом замечательно, теплая погода, а на зиму многие вот уезжают когда-то, да, ну, и кто может себе позволить, конечно, да, особенно вот если ты на удаленке работаешь, тебе не нужно каждый день ездить в офис, вот, то в данном случае хорошо, если у тебя свой небольшой бизнес бухгалтерский, да, то это тоже неплохо, в общем-то. Так что я сейчас тут осваиваюсь, скоро уже год, как я в Канаде, вот в мае будет, да, потихонечку, на следующей неделе у меня встреча по моему проекту еще одному, да, вот, так что я думаю, что потихонечку все идет, вот, погода, конечно, сейчас так себе зимняя, но, если честно, все красиво украшено, смотреть на это все приятно, да, и уже начинается февраль через два дня, последний месяц зимы, и какая-то смена времен года на самом деле мне нравится, вот такая какая длинная затяжная там осень или весна вместо зимы достаточно, ну, сложно воспринимать, да, и мне в этом году понравилось Рождество очень, ну, в том уже году, вот, Рождество, Новый год, знаете, ощущение праздника было просто классное, да, то есть просто реально все праздновали, вот, поэтому пока, пока вот первый год присматриваемся, посмотрим, какие недостатки выйдут в следующем году, потому что обычно два-три года человек привыкает вообще в целом, привыкает, ну, вообще к новой стране, да, первый год обычно все в розовых очках такие ходят, ой, как интересно, да, потом второй год уже смотрят, ага, есть какие-то недостатки тут, оказывается, да, ну, и третий год все уже так привыкли тихонько, да, вот, на пятый год уже вот я уже начала в Новой Зеландии в океане купаться без проблем, то есть раньше мне казалось холодным, а потом мне стало казаться уже теплым, знаете, такой, а, нормально, все, пошли купаться, некоторые, которые там новопримушие, такие, как, вода холодная, нет, нормальная, все, купаемся, вот, и то же самое в Канаде, да, я подозреваю, что вон они в шортах ходят зимой, некоторые, да, и вчера я вышла погулять в собачке в сланцах, знаете, это было интересно, да, ну, да, ладно, не буду об этом рассказывать, потому что я почувствовала себя, что, да, сейчас я тут оканадиваюсь, да, в сланцах, еще и в шортах, тут вот у нас клиент заходил зимой, шорты, причем летние, да, чтобы вы понимали, ладно, очень приятно с вами время проводить, но я уже тут подъезжаю, собственно, к своему офису, да, вот, сегодня вторник, и сейчас у меня предстоит выдача, у нас, у нас сегодня машина в ноги готова, да, я, в принципе, чем занимаюсь, я еще с программкой со страховыми компаниями работаю, осваиваю софт, программка такая, Митчелл называется, да, вот, и, в принципе, мне нравится, это интересно, я всегда люблю что-то новенькое изучать. Немножко не закончила видео, забыла попрощаться, вот, так что до свидания, жду вас на следующих передачах, вот так.